всем большой при большой привет я тут решила открыть свою рассаду посмотреть что здесь внутри вообще есть какие-то продвижения или нет когда за семенами ездила там лобилия лобилии не было было только лишь абриета абриету я не стала покупать потому что в прошлом году я ее посадила она у меня не взошла в общем абриету брать не стал лобилия как-то вот у меня свои семена и я уже привыкла к ней нравится мне очень и поэтому посмотрим всходит там что-то или не сходит какой сегодня день сегодня уже наверное третий четвертый день и заодно нужно полить я же купила вот такую штучку для опрыскивания и сюда налила талую воду сейчас сейчас посмотрим периодически я подхожу и вот так вот делаю еще открывала немножко ну вот смотрите все сходит красота так все вот так волью тогда будет лучше видно заодно на солнышко поставлю вот значит свои семена колесос как всегда едет туда где я чтобы и остальные значит можно посадить еще мне кажется стопроцентная схожесть потому что вот сколько я смотрю все просто просто все 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 всходят вот так хорошо здесь солнышко попадает поэтому им классно а вот здесь что у нас происходит сейчас открою а вот здесь некоторые начали всходить но я думаю сейчас переставлю чтобы сюда солнце больше попадала польем польем но все равно некоторые он сходит вижу уже росточки маленькие и сажу надо мама спросить нами на нужна будет лобелия скорее всего нужна как это подоконники грязные нужно мыть сейчас этим делом я и займусь я же хотела пленочкой пищевой обтянуть подоконник потому что петуню мне нужно будет сажать но я хочу думаю все таки петуню посадить 1 1 2 марта потому что я прошлом году в марте начала сажать но в конце где может быть 27 февраля точно уже не помню и они уже начали распускаться у меня баночки когда я пересадила уже начали распускаться и все равно когда цветок намного меньше он лучше приживается и лучше себя чувствую до во время пересадки и вот поэтому я думаю может быть чуть попозже чтобы уже они у меня не цветущие в горшок сажать и чтобы получше им было лучше все-таки я оставлю это на 1 марта 1 2 марта как раз после своего дня рождения посадим еще нужно мне будет перебрать семена я обычно покупаю же много семян сразу же семян много беру и я отделяю до кладу куда-нибудь рядышком на видное место чтобы не забыть про свои семена и высаживаю постепенно какие первые первые посадила перебираю дальше вторые да ну то есть уже ориентируясь вот так но конечно же сначала будем сажать петуню я я здесь подмела сама еще запустила робота пылесоса чтобы он убрал волосы потому что сейчас хочу помыть полы но пока он у меня ездит я уже наверное подоконник помою потому что там и кошки лежат спят здесь вообще у нас каким-то каким-то образом грязь уже видимо все началось помыла вот эту штучку плохо конечно вот в этих щелях мне не нравится то что остается грязь хотя я мочалка следующий раз надо наверно будет щеткой помыть но это попозже ближе к весне так ну наверное сейчас я начну мыть мыть вот этот подоконник потому что а потом уже полы помою потому что я сейчас все равно грязь всякую разведу чтобы было хорошо удобно мы уже этим займемся здесь еще проська спит все волосах тут мы нашли вот этот вот как он видео видео магнитофон видик видик о видеомагнитофон ведь он наверно не буду я сейчас тормошить я лучше наберу воду и тряпочкой протру сразу же чтобы вот эту вот эти волосы сюда у нас не падали подоконник протерла сразу хочу помыть окно потому что сейчас рассады все заставлю здесь и потом неудобно будет туда-сюда это окно точнее туда-сюда эту рассаду переставлять тут у нас тоже не чисто последний раз осенью наверно мыло окна тряпки волосы у меня здесь вода сразу же и чтобы уже было спокойно с той стороны я мыть не буду потому что холодно это бессмысленно хотя бы помыть изнутри уже хорошо хорошо вот так здесь у нас скотч все никак руки не доходят не доходит его убрать постепенно само уходит отходит надо феном нагреть потом еще весной все равно буду мыть скорее всего с той стороны когда теплее на улице станет с лицевой стороны окна буду мыть и уже тогда с феном пройду уберу вот этот скотч сейчас не хочу сейчас у меня другая задача это мы здесь вешали гирлянду даже фотография есть Настя маленькая была сколько я годика два наверное было и мы вот так в виде сердечка повесили гирлянду чтобы светило такая небольшая гирлянда так скотч и остался уже восемь лет висит так что я еще и лентяй иногда ленюсь вот этой мелочевкой заниматься так ну все сейчас пойду за азелитом и уже с подоконником будем расправляться заодно нужно воду поменять просто на обычную водичку здесь я немножко добавила гель для стирки в баллоне остался гель немножко и просто воды наливаем вот в этот баллон там же еще на стенках остается вот этот мыльный раствор поэтому когда полы моем добавляем когда вот так что-нибудь протираешь убираешь смотрела оказывается азелита то и нету наверно валеру куда-то использовал у меня перчатка на левую руку ладно и вот поэтому взяла пималюкс он тоже хорошо справляется ну сейчас протерпу и не скажу что такой прям грязный подоконник просто мусор был букву у меня я и обычно раковину чищу раковину чищу до места сам такая губочка азелитом было бы конечно попроще ну ладно азелит нанес надо купить значит пемос тоже хорошо справляется с таким здесь как бы в краях больше всего грязи так вкусно этот пемос пахнет мне прям нравится выбираю будет чисто чисто как у трубочиста вот туда попадает какая-нибудь пуль грязь уголки должны здесь быть быть чтобы грязь как раз таки это не попадало ну ладно ну вот пульский то подоконник чистый а будет со всеми подоконниками так проделать казалось бы всего 15 минут но иногда какую-нибудь такую работу связанную с окнами с подоконниками с подоконниками затягиваешь как можно дольше до весны ждешь вроде бы как в глаза особо не бросается и все когда в глаза бросается идешь сразу надоедает идешь сразу убираешь а подоконники окна оттягиваешь до последнего как иглашку пока уже совсем вот сейчас тряпочкой протру и готово можно оттягивать пленкой оттягиваешь потому что как бы ты аккуратно не старался проливать когда поливаешь свою рассаду все равно где-нибудь из баллона сильнее вылится и все равно пачкается и потом повторно и вот я уже решила пленкой оттянуть потом пленочку снял и подоконник чистый если даже где-то что-то в щели попало тряпкой протер и все ну вот приятно посмотреть на подоконник чистый мужики как коты как тепло сразу же у нас здесь зимой никого не видно в мороз не собирается здесь толпа со всех домов как только тепло становится все все выходят на солнышке греется сразу много общих тем много разговоров а все вышли снег почистить стоят чистят а еще про нас женщин что-то говорят да мы там болтаем уже наверное где-то полчаса точно у них там важные разговоры смотрите оттуда залезла чуть поглубже да и все вот опять волосы все одного слоя наверное будет достаточно недостаточно посмотрим так вот так наверное эта пленка она не очень хорошая это я в светофоре покупала по моему если не ошибаюсь она очень слабенькая сразу рваться начинает ну хотя бы просто тянешь и она рвется вот наверно сейчас буду чуть-чуть вот так делать дальше не тянуть так будет удобнее с одной стороны и с другой стороны уже хорошо закрывать то есть если в длину подоконника вытягивать то она начинает рваться а мне бы не хотелось чтобы она порвалась потому что на вот этом месте будет что-нибудь попадать так и с этой стороны можно подлиньше немножко вообще не прилипает такая пленка вообще какая-то еще еще от газовой батареи воздух теплый идет здесь прямо она укрепляется надо фикс прайсе купить хотя это для такого дела сложновато обтягивать а для продуктов то нормально поставлю и она уже никуда не денется когда свою рассаду сюда выставлю все проще вот так размер определенный такие классные ножницы фикс прайсе вообще надо еще купить мы тогда же пошли и не оказалось ножниц значит нужно ну и капец и вся слиплась ну ладно пусть тебя вот так в угол затолкаем раз не хочешь еще может немножко доверение особо вновь внушает так может быть еще сверху двигаться будет скорее всего вот получше так надеюсь то что это мне поможет не испачкать свои подоконники вот видите вот дует тепло от батареи потому как задирается все равно задирает смотрите вроде бы прилипаю прилипая прилипая ну когда несколько слоев то вроде бы получше ну и все сейчас вот это сделаю и достаточно можно ставить спокойно свою рассаду за подоконники не переживать на кухне надо еще так сделать там потому что я туда тоже свою рассаду составляю стоять не падать ну и все вот так сразу запотело идем значит значит надо еще посадить еще посажу так наоборот чтобы это не затеняло вот так сейчас уже солнце уходит так а здесь здесь а здесь наверное я ничего ставить не буду сейчас я этот видеомагнитофон куда-нибудь уберу массажная вот сюда ну все пусть у меня подоконники будут свободные чистые аптечки летают у зевса хотят крошечки какие-нибудь пособирать вазочку я ее отмыла помыла помните я рассказывала про набор которые разбились вот вот этот набор один из еще такой салатник хороший большой тоже с такими цветами и с розовым отливом чтобы коробка это здесь не стояла не мешала сложу закрою если останется беру мешочек только надо положить иначе когда открываешь все равно со временем запах вот и на стол кто-нибудь нет нет подойдет да возьмет поставила пока стулья на диван сейчас буду мыть полы так ну все теперь можно закрывать мешочек убирать девчонки собираются можно можно возьму все все шарф подживали все как обычно давайте я как раз полы помою пока вас нет ой че 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 вот вот здесь раньше настя вот так на улице собиралась Я и плакала позже. Что ты? Где? Успокойся. Голова сейчас закружится. Что? Что это придумали? Что придумали? Что это когда вы ходите на улицу, все чешутся? Кто это придумал? А ты быстро шагай, у тебя чесаться не будет. Давай, идем, потешу тебе. Покажи мне пальчиком, где чешется. У меня раньше тоже всегда стоит одеться, теплее сразу чесаться все начинает. Ну, я понимаю тебя, у меня тоже так было. Тоже так было. Кто это придумал? Кто это придумал? Кто из человеков это придумал? Кто из человеков это придумал? Все чешется, а почесать никак. Сейчас погуляешь, поваляешься по снегу. Чесаться перестанет. Все, полы помыла, перемыла. Сразу другой разговор. Теперь ту можно тоже сполоснуть. Все равно, как будто бы и не помыто, да? Вот в эти щелочки попало. А с этой стороны нормально, видимо. Вода хорошо. У меня там еще достирывается стирка. Я закинула свои джинсы в плед с кухней. Теперь же он у нас в зале находится. Тот, который я накрывала. Вот этот диванчик. Ой, тоже много кто начал писать. Вот. Кошки все равно обдерут. Все плохо. Кошки не заходят вот сюда. Это, во-первых. Во-вторых, 500 рублей. Ничего страшного. А кто-то написал, уже не помню. Ничего страшного. Опыт есть, обдерут, заново сделаем. Здесь, по сути, 30 минут работы. И все. И диван как новый. А вот в зал, в зал, да. В зал я хочу какую-нибудь другую ткань. Точно не эко-кожа. И во влоге я это тоже говорила. Возможно, велюр. Или еще. Мы так еще не посмотрели. Нужно будет посмотреть, что заказать. А этот диван еще, знаете, они только по бока в основном обдирали и цеплялись. Поэтому они сильнее. Но еще сам диван ему уже много лет. Уже понятное дело, да. Постоянно на нем сидим, лежим. Поэтому даже в местах, где трескутся, если здесь они, например, не цепляют. Вот здесь тоже не цепляют. Но солнце еще попадает. Особенно летом. И он, видите, как обдирается. Это уже со временем он сам здесь. Иначе было бы видно, как, например, когти. В отличие от этого. И вот здесь тоже кошки ничего. А со временем начал. Вот здесь-то уж тем более кошки, как сюда попадают. И он, видите, вон что. Это потому, что уже все. Уже столько лет этому дивану плюс ко всему. Но хочу. Знаю, велюр, скорее всего. Потому что эко-кожа бесполезна сюда. Антикошачьи какие-то. Тоже проще велюр, чем кожа. Посмотрим. Еще не смотрела, еще не знаю, как, что будем делать. Вот. А здесь, здесь кошки мы отсюда их выгоняем. Уже давно. С тех пор, когда купили и поставили, установили эту кухню. Потому что кухня у нас софт-тач. И кошки могут тоже цеплять. И вот они здесь не живут. Мы выгоняем. На ночь дверь закрываем. В общем, они здесь не находятся. Ну, бывает, конечно. Днем-то все равно. Дверь открыта. И Фрося старшая. Уже много раз показывала. Ляжет. Ляжет аккуратненько. И лежит. Валера, Настя и Лиза на улице. Погода классная. Лед. Все тает. Нужно тоже выйти. Посмотреть, чем они там занимаются. Здесь хотя бы видно, где мусор, где не мусор. Стало намного лучше полы мыть. Там что-то бегают. На улице прям весна-весна. Что с тобой? Тепло? Не сможете меня снежок попасть. Солнышко теплое-теплое. Они меня снежками атакуют. Да? Вы там снег не раскидывайте? Они раскидывают. Не надо чистить же. Лём, лём. Подвижись. Гром, гром. Я на коске. Не надо. Спаси. Я лёг. Мягко. Мягко, без изменения. Смотри, что гром. Гром, он никуда к нам заходил. Давай, давай. Смотри. Борю, посмотри. На голову не липкий, а на голову сухой. Там липкий, а здесь мягкий. Не мягкий, а сухой. А папа что там делает? Снег? Ты посмотри, как он звучит. Ну, сейчас пойдем. Прям по голове. Не убегай далеко. Лера чистит снег. Здесь делает вид, что что-то ест. Грызет косточку. Здесь уже все почистил. Скоро будем сажать. Скоро будем снег кидать. А, вон там. Я в халате. И в этих тапках быстренько выбежала. Здесь, конечно, груша. Лишь бы не завалил грушу. У снега вообще много, конечно, в этом году. Хорошо. Там даже не видно за горой. Скоро будем все раскидывать, расчищать весь снежок. Роза, лишь бы моя, снова не замерзла, как в прошлом году. Это новые ветки наросли. Какие-то остались. Она вся у меня промерзла. Ну, не вся. Какие-то веточки были нормальные. Вот, листочки все равно. Но хотя бы не зеленые. На всю зиму зеленая стояла. В прошлом году. Посмотрим. Там много еще новых. Надеюсь, что в этом году будет хорошо. Здесь тоже у нас. Вон что. Не зря же я мужу. Точнее, Валера себе выбрал подарок. Новую лопату. Вот здесь тоже все в снегу. Все в снегу. Здесь солнышко. Когда будет уже намного теплее, быстрее растает. Вот в этом месте. Здесь забор и дом. Здесь намного дольше. Здесь нам приходится чаще всего раскидывать снег. Потому что забор и соседский дом загораживает солнце. Когда оно еще теплое. Когда сюда солнышко выходит, выглядывает. Оно уже довольно такое прохладное. Уже на вечер. Уже на улице не так становится тепло. А даже местами подмораживает. За эти дни здесь прям накапало так хорошо. Сосульки образовывались постоянно. Хотя вычищали. Помните, да? Здесь ровная-ровная была поверхность. Вон лед, плитка. Здесь тоже вон. Все во льду. Естественно, вон какая высота. Он встанет на свою будку. Будка вон уцепленная даже. На будку встанет. И смотрит на улицу. Там еще подкопы вон какие-то, да? Организовываешь, Зевс? Что это за подкопы? Ну ты, конечно, наработал в этом году. Нормально. Все, пошло холодно. Прохладненько. Грею. Макароны. Курочку. Зайдут домой. Будут кусать. Удобная, кстати, вот эта лопатка. Которая, кстати, покупала. Вот так. Переворачивает прям. Отлично. Похали. 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 Чем.